Следующий наш доклад с Сашей про персонализацию, про вот эту нашу бигдату. Мы хотим немножко показать, как это выглядит снутри. Изначально там доклад называлось что-то там, посмотрим, что под капотом. Значит, мы посмотрим, что такое персонализация, посмотрим, как она выглядит снутри, а потом, значит, откроем капот и будем ковыряться в нем и следовать. Вот эти все обновления, они сейчас в релизе, вы их ставите на свой сайт и в принципе у вас уже все начинает работать. В идеальном случае у вас все работает и вы участник программы бигдата. Что у вас начинает происходить? У вас начинается, с вашего сайта начинается собираться информация. Собирается она в основном у посетителей из браузеров. Помимо данных для скорости сайта, о производительности страниц, на страничках типа карточка товара мы начинаем собирать информацию, кто какие товары смотрит. При этом мы сразу же со страницы эту информацию пересылаем к нам в наш бигдата кластер. И там содержится, ну там по сути информация, там название товара, его цена, кто смотрит, ну ничего такого особенного нет. Мы это все накапливаем. Это если вы используете стандартный компонент каталог элемент. Если вы используете свой каталог элемент или там у вас какие-то свои карточки, там может быть без компонента, я не знаю, что может быть, и вы хотите стать участником нашей программы, вам надо всего лишь разместить вот такой вызов метода send data и эти данные будут уходить к нам. Собственно, они будут генерить вот такой JavaScript. Следующий способ, каким мы собираем данные с магазина, это используя внутренние запросы к нам на сервер. При оплате заказа, при оформлении заказа, при добавлении в корзинах, в общем, все, что связано с заказами, мы, значит, каждую эту операцию, каждое вот это вот событие мы себе в анонимном виде, конечно же, отправляем к нам на сервер. То есть мы знаем, кто чем интересовался и в какой степени. То есть он дошел до корзины, он дошел до покупки, он оплатил заказ. Никаких персональных данных там нету, ни имен, боже мой, там ни e-mail, ничего там нету. То есть мы просто знаем, что человек что, какой товар забросил, купил и так далее. Ну, айдишник по сути какой. Это все можно отключить в настройках, можно отключить как только рекомендации, можно отключить вообще сбор для скорости сайта. Итак, собирать-собирать мы начали, надо теперь воспользоваться данными, которые анализируются нами. Для того, чтобы начать отображать, если у вас на сайте в магазине используется комплексный компонент каталога, вам ничего делать уже не надо, он уже будет показывать в каталоге рекомендации. Но если вы хотите использовать блок рекомендательный на других страницах, например, на главной, на страничке оформления каталога, на оформление заказа, на любых страницах, вам по сути нужно взять компонент, который называется персональной рекомендацией, вот он находится в блоке магазина информации о товарах, его разместить в том месте, в котором вы хотите. Что в нем из настроек интересных? Это по сути самое интересное, это тип рекомендации. Мы сейчас поддерживаем пять разных типов рекомендаций. Два из них, они абсолютно независимы от контекста, то есть их можно разместить на любой странице. Это рекомендация по топу продаж на данном сайте, и это рекомендация, что мы предлагаем конкретному посетителю на основе того, где он раньше был и что он смотрел на других сайтах или на этом сайте, ну или вообще. То есть мы смотрим, насколько он похож на других, там, ну так дальше там математика сложна. Следующие три типа рекомендаций, они контекстно зависимы от товара, то есть они применительны только к контексту товара. То есть если вы находитесь в карточке товара, мы можем показать, какие товары с этим же товаром покупают, мы можем показать, что смотрят люди, которые смотрели этот товар, ну и по сути можем находить похожие товары, анализируя, что с этим товаром и покупали, и просматривали, ну то есть такой смешанная часть. Ну и также можно в настройках задавать какие-то комбинации, что вы хотите, чтобы этот ваш рекомендационный блок показывал. Ну соответственно вот на этих контекстно зависимых рекомендациях, которые зависят от товара, вам необходимо указать, где собственно будет храниться айдишник. Ну и собственно все. Все. Вы разместили этот компонент, где он нужен, вы его настроили. И все пользователи, которые заходят к вам на сайт, все посетители, ваши потенциальные покупатели, начинают видеть блок рекомендаций. Ну здесь конечно есть нюансы. Если вы это сделали первый раз, никакой информации мы от вас не получали, мы не можем ничего анализировать, если это приходит абсолютно новый посетитель. Есть какие-то граничные случаи, когда так называемый холодный старт, когда нет вообще никакой информации, мы не можем ничего анализировать, у нас в облаке бигдата нет никакой аналитики, то мы начинаем, и мы не можем показать пустой блок, мы по сути используем старый алгоритм, мы выбираем с нашей родной базы данных, выбираем, что только можно показать, ну и показываем. То есть никогда этот блок пустым не будет, мы всегда что-нибудь на нем показываем. Ну есть такие еще нюансы, что все операции мы стараемся делать на клиенте, на браузере, то есть чтобы не было медленных запросов, чтобы вы не зависели от того, что наш сервис рекомендательный, он там может, не дай бог, подтормаживать, или не дай бог не отвечать. Поэтому все идет через браузеры, мы максимально подстраховались от того, чтобы ваш сервер, из-за нашего сервиса рекомендаций не завис, не дай бог. Ну и, соответственно, максимально используется кэширование, и если что-то где-то с каналом или сервисом, все равно все будет работать, показывать. И так далее. Ну это вот краткая карточка, как вам начать показывать рекомендации. Вот это блок. Что же дальше? Ну вот мы начали показывать, но нам интересно на самом деле, кликают, не кликают, и покупают, не покупают. Все те клики, которые посетитель делает внутри этого блока, мы фиксируем, запоминаем. И если в рамках сессии по кликнутому товару произойдут какие-то операции, типа покупка, добавление в корзину и так далее, то есть мы это все отслеживаем, фиксируем. И в дальнейшем после оформления заказа эти позиции, которые были сделаны на основе блока рекомендаций, мы их помечаем значком, и мы рисуем специальную статистику, насколько вы напродавали, используя вот этот новый функционал. Вот. Значит, сами, то есть каждый блок при показе рекомендаций, мы знаем, на основе какого алгоритма он был показан, на основе какого типа рекомендаций он был показан. И у себя в облаке мы также запоминаем, что вот этот заказ, вот эта позиция была куплена вот этим посетителям на основе такой-то рекомендации. То есть в дальнейшем мы можем отслеживать, насколько эффективны алгоритмы, насколько эффективны разные принципы подхода, продаваемые, непродаваемые, похожие. И хотим потом, конечно, показать эту информацию администратору магазина. Вот. Казалось бы, ну, то есть такая вот система снаружи, она выглядит красиво, магически, но, Александр, не займите, что там под капотом. Да, я постараюсь просто рассказать, что же там под капотом. Ну, пока перед капотом мы еще стоим, достали ключики, и у нас есть несколько типов событий, как Юр говорил. Это просмотр товара, добавление в корзину, заказ и оплата. Пока четыре, возможно, типов будет больше. И вместе с событием передаются вот перечисленные параметры, там, хэш-лицензии, домены, ID товара, названия, категории. Мы не все сейчас обрабатываем, все сохраняем, но это позволит улучшать алгоритмы и доставать оттуда заплатительную информацию. Итак, открываем капот. Что это? Все события поступают в единую дверцу, точку входа, битрикс-инфо. Ну, в секунду поступают порядка тысячи событий. Много. Их куда-то нужно положить. Куда? В какое-то быстрое хранилище. В данном случае вот эта схема спичевого полета, кладем в виртуальное хранилище и дальше что-то с этими данными делаем. Что мы с этими данными делаем? Часть данных мы обрабатываем в онлайне. Представьте, данных очень много. Сотни миллионов. И часть данных мы обрабатываем с помощью бач-процессинга. То есть выбрали, обсчитали, получили цифры. И потом мы эти данные раздаем из аналитик-битрикс-инфо. То есть на входе у нас красненькие кружочки, на выходе зелененькие, обработанные. То есть делается выжимка из большого массива данных, выжимка самых полезных, самых ценных, самых необходимых данных вам, владельцам администраторов магазина. Как это устроено внутри? Посмотрим первую часть. Вот это вот первый шаг обработки. Поступают красные шарики, события, в буфер, которым является в данный момент Amazon Kinesis. Зачем? Ну потому что данных идет очень много, а набор воркеров, которые их обрабатывают, ну может меняться, масштабирование происходит, сервер упал, допустим, все может быть в облаке. Поэтому данные накапливаются в буфере. Затем из буфера достаются и обрабатываются на PHP воркерами. Большим количеством воркеров. Что делают воркеры? Они фильтруют данные, предварительная фильтрация, предварительная бизнес-логика, и сохраняют их в несколько таблиц в NoSQL-хранилище. Пока это Amazon DynamoDB. Почему в NoSQL? Ну потому что сотни миллионов. База не выдержит такой нагрузки. Поэтому мы сохраняем в такой кэш-вэйл-висторедж. Для чего? Для чего мы узнаем дальше. А дальше интереснее. А дальше нужно эти данные достать оттуда и обработать. Просто так постоянно сканировать базу, доставать оттуда данные дорого, не очень эффективно. Поэтому у нас есть промежуточный этап. Это простые файлы. Это дампы, это дельты, которые на данный момент хранятся в Amazon S3. Но это может быть любая кластерная файловая система. Там Hadoop, там GlusterFS, все что угодно. И дальше мы на эти данные натравливаем кластер, который их обсчитывает. В данный момент это Apache Spark. Это штука, которая реализует парадигму MapReduce. Она, эти данные… То есть, представляете, данных значительно больше, чем может поместиться на дисках одного сервера. Поэтому они лежат отдельно, но рядом с вычислительными серверами. В вычислительных серверах их тоже может быть два, три, несколько десяток. Они ходят в эти данные, производится обсчет. Мы получаем какую-то выжимку, но этого недостаточно. И еще необходимо задействовать онлайн-алгоритмы, которые вот эти выжатые данные, так сказать, правильно еще обрабатывают дополнительно. То есть, какая-то магия происходит. И на выходе у нас уже ценные зеленые рекомендации. Как это делается? Ну, тут я перечислил технологии. Это веб-сервер Apache.com, Apache.com. Но это open-source продукты, которые помогают этой цели решить. И какие-то мозги. Заглянем в эти мозги, что там. А там снова магия, видите, волшебник. То есть, ну что тут? Вот мы постарались просто это объяснить. Что? Есть несколько алгоритмов. Вы, наверное, знаете о них. Гуглили, да? Это user-to-user similarity. Алгоритм похожести пользователей. Есть item-to-item similarity. Алгоритм похожести товаров. Есть еще семантический анализ на основе контента. Он как-то делается, да? Естественно, он у нас есть. Еще две турбины, которые мы планируем внедрить, запустить алгоритмические блоки. Это кластеризация. Это single-velo decomposition. Это матричная обработка, спектральный анализ и так далее. Вот. И это все трансформируется в кучу матриц. Интересно, что дальше-то? Смотрим дальше, как это устроено. А дальше, ну опять математика, еще хуже стало. Короче, несколько матриц. Вот, например, первая матрица. Пользователи товара, да? Голоса. Вот эти события, о которых мы изначально рассказывали. 1, 2, 3, 4. Вот можно сделать матрицу как? Пользователь товара. Любое действие он сделал с товаром, ставим крестик. Ну, булевская матрица, да? Она занимает мало места. Можно поставить, пользователь товар, поставить циферку. 1, 2, 3, 4. Это событие, это вес, так сказать. Вот. Можно кластеризовать пользователей товара и хранить группу пользователей, группу товаров. И тоже поставить вес. То есть вариантов несколько. Мы используем различные композиции, но самое интересное и сложное, это вот этот вот колдун добрый и вот этот вот косинус угла между векторами. То есть надо понять, насколько пользователь товара похожа, сделав пересечения в многомерном пространстве. А пространство там миллионмерное. И как мы это делаем? Оп. Мы решили, ну не рассказываешь, слишком неинтересно будет. Поэтому мы остаемся на приятном. Что мы делаем после того, как дали рекомендации? Мы сами дополнительно, сами дополнительно, ведем метрики качества рекомендаций. Насколько они действительно работают. То есть можно математически там формулами играться, но главное, насколько это полезно вам, насколько это рентабельно для магазина. И поэтому мы меряем изнутри. Следующие метрики. Пока внутри. Это отношение просмотров по рекомендации к просмотрам. Ну это как бы определяет эффективность, насколько вы этот компонент рекомендации разместили там в важных местах сайта. Дальше более интересная метрика. Это отношение заказов по рекомендации к просмотрам по рекомендации. То есть вам магазин рекомендовал, и вы посмотрели 100 товаров, а купили 10. Этот показатель оценивает качество алгоритма. Насколько релевантным оказалась рекомендация вам. И, значит, третий вид метрики, который мы собираем, это отношение заказов по рекомендации к заказам. То есть любой владелец магазина может увидеть, что там 20 заказов было по рекомендации, из них 100 было всего заказа. То есть работает. Я не буду сейчас раскрывать секреты, какие-то цифры, но цифры положительные, и действительно система работает. Магия. Магия есть. Волшебство есть. Дополнительно мы еще ведем, стоит машина по пользователям, то есть отслеживаем. Это дополнительная техника, просто решили упомянуть про нее. И, конечно, в планах у нас не ключами крутить гайки, а с помощью математики, с помощью нейронных сетей, перцептронов, деревьев решений, обучать систему, чтобы она подстраивалась, алгоритмы именно к вашему магазину. Это, конечно, очень интересная вообще цель и вполне достижимая. И теперь немножко про API. То есть Юра рассказал API с точки зрения компонента, как устроено. Ну, в данном случае здесь я расскажу про API, как выглядят сами запросы. То есть вы их можете подсмотреть и там какое-то время использовать, допустим, самостоятельно. Они очень простые. Первое – это персональная рекомендация. То есть для куки конкретной дается персональная рекомендация на данном, для данного сайта. Именно персональная. Для кука не отличается, понимаете. То есть три параметра там передаем, да, там кука, хэш из лицензии, количество выдаем и тип op recommends. Все. Получаем персональную рекомендацию для данного пользователя. Они уникальны для всех. Следующий тип – это похожий товар на данные. Это не персональная рекомендация. Но мы попробовали достать из облака полезные данные для вас. То есть насколько этот товар… Какие товары похожи на данные? Что значит похожий? По цвету, по количеству? Нет. Этот товар похожий по коллаборативной функции, насколько его также покупают, вот, например, ну вот, как сказать, это, в общем, в заказах и в цепочках покупок он встречается так же, как и остальные товары, и поэтому мы говорим, что он похожий. Поэтому, то есть с большой вероятностью этот товар заинтересует человека, который купил другой похожий на него товар. Например, купил такой телевизор, да, можно порекомендовать что-то похожее или такие вещи, которые покупают с телевизора. Поэтому выводится вот такая… Это не персональная рекомендация, но очень полезная. Набор параметров чуть больше. И третий API вызов – это топ товаров на сайте. Можно смотреть… Это также выдается из облака, потому что, ну, обсчитывать это там из базы достаточно тяжелая операция. Мы обсчитываем это в наших матрицах, и вы можете посмотреть топ товаров по продажам, по просмотрам и по… Там комбинированный режим еще есть, там он комбинирует и то, и то. Таким образом, можно… Если нет персональной рекомендации у клиента, то есть данные еще не накопили, допустим, для данной куки, можно отобразить вот эти вот несколько полезных вещей. Ну, у меня пока все. Ну, я хотел еще добавить по поводу похожих товаров. Ну, на самом деле, можем разделить два типа похожести товара. Бывают товары похожие – это телефон и телефон, а бывают похожие – это телефон аксессуары, да, к телефону, к чехлу и так далее. То есть для алгоритма, ну, по сути, это может быть одно и то же. Если покупают два товара или смотрят одновременно два товара, то мы говорим, что похожие. И мы когда вот обсуждали, для чего мы можем использовать эту похожесть. Тяжело заполнять, если большой каталог, тяжело заполнять для товара, показать, что для него является аксессуаром для товара. Особенно, если их много, они там наполняются, добавляются. И мы, ну, таким образом, помогаем человеку, помогаем, скажем так, контенщику в магазине, чтобы он не шел ни руками, не проставлял эти все там аксессуары для него. А мы говорим, люди сами найдут для этого товара аксессуары, и потом вам не надо ничего делать, они автоматически будут показываться. То есть, используя вот Big Data, можно облегчить труд контенщика. То есть. Это про похожесть. Да, 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 да. Это вот очень-очень полезная вещь. Ну, пока, наверное, все. Пожалуйста, вопрос задавайте. У тебя же был слайд с планами, нет? С чем? С планами. С планами? Не, не было. Не, планы-то есть. Да, планы там, ну, как бы, алгоритмические были, что… Вот, я-то написал про… А, вот планы. Я понял. Вот планы. Давайте вопросы мы позадаем. Пока мы ищем, кто спросит. Ну, знаешь, про планы. Что может планировать человек, у которого столько миллионов данных? Все, что хочет. Не говори. Как можно оценить релевантность показываемых данных вот в этом блоке? И можно ли принудительно убирать решения, которые мы считаем, что не подходят? Хм, хороший вопрос. А как вы считаете, что они не подходят? Ну, допустим, вот вы про аксессуары в последние минуты говорили. Вот аксессуар, который не подходит к данному прибору. Пример. Окей, вопрос. А вы хотите каждый товар пройтись, посмотреть, что не подходит? Подходит. И для каждого пользователя? Если мы замечаем, что что-то неправильно, есть ли механизмы воздействия? Нет, то, что вот в черном ящике, там магия, да, там ничего нельзя сделать. Но выводят обычный компонент, вводят обычный шаблон. В этом шаблоне компоненты вы можете, например, там проверять свойства какой-то товара. Или категории товаров, что-то убирать из него. То есть сам алгоритм выглядит так, что идет запрос, ну, пускай сложным путем через браузер, идет запрос на сервер рекомендаций. Сервер рекомендаций возвращает айдишники товаров, которые у вас на сайте, то есть, скажем, в вашем инфоблоке. И компонент, используя обычный шаблон, просто генерит картинку рекомендационную рекомендационную на основу вот этих айдишников. Вы можете эти айдишники пропускать через свой сит, там и как-то обрабатывать. Там уже, ну, программирование обычное, там магии нет. Я еще добавлю, что, что такое похожий товар, аксессуары? Это похожесть определяют пользователи. Они определяют связь двух товаров. И, как бы, люди сами говорят, что эти товары являются похожими. Они покупаются вместе, они будут интересны. Поэтому пока такое, да, возможно, Юр сказал, что можно через компоненты сделать. Но облако тут говорит честно. Это мнение большинства, так сказать. Андрей Курбатов, 1С Рарус. А могу ли я контент заполнить на основе этого черного ящика? У меня есть миллион товаров. Я говорю, что этой секции найти по рекомендациям из другой секции и заполняй. Ну, то есть, чтобы у меня не было похожий телефон-телефон, а был телефон-аксессуар. Только аксессуары похожи. Ну, коллаборативная фильтрация вообще, это фильтрация, которую осуществляют пользователи. Не вы, а пользователи. То есть, сами люди. Вы не можете повлиять на этот процесс. Вы можете косвенно, как Юр говорит, через компоненты. Нет, можно, если указать конкретно, что аксессуары находятся только вот в этом разделе. Да. Да, то, конечно, возвращаясь к тому же вопросу, вы в своем шаблоне, в своем компоненте фильтруете только и показываете только те товары, которые находятся в конкретном разделе. Остальные просто не показывать. Это и будут аксессуары. Только аксессуары. Именно заполнить в карточке товара, вот показывать с… Да, это вы руками делаете, вы показываете, проблем нет. Руками, когда миллион… А, вот именно, понимаете? Сама проблема в том, что иногда хочется показывать не то, что вот пользователь, а то, что мы хотим продвинуть. Ну, это бизнесовая такая задача. И хотелось бы костяк сделать на рекомендациях, да, а потом кое-где ручками сделать кое-какую модель. Вот смотрите, это же компонент. Вы первыми в две позиции выводите две, которые вы продвигаете. Потом дергаете рекомендательные сервисы. Дальше выводите пять штук, которые мы посоветовали. Вот и все, и вы продвинули. Без кодинга это можно? Без? Или только с услугами разработчика? А, ну, с разработчиком. Вы же один из сразу. Мы будем в 15.5 рассказывая, немножко покажем модель. Зачем вообще все вот это? На самом деле для повышения конверсии. И вот когда мы говорим, как определить, что работает, и мы сейчас работаем над автоматикой, которая на этом сайте обучается и оставляет те алгоритмы, которые наиболее эффективны для этого сайта, для этих типов товаров. А как мы это определяем? По конверсии. То есть мы столько раз сделали предложение, столько получили выбор рекомендаций. Смотрим, какой алгоритм оказался самым хорошо работающим на заказ. И по мере работы черный ящик превращается уже в максимально адаптированный под этот сайт. Давайте из онлайна один-два вопроса. Да, Сереж, один очень простой вопрос. Бигдата все же платный или бесплатный? Ну, как я уже говорил, первый год мы делаем бесплатно. Дальше, видимо, это будет либо частью подписки, либо частью сервиса. Мы завтра будем говорить о планах. То есть мы будем в конце года обсуждать, как это будет монетизироваться. Сейчас первый год, он будет бесплатно. Я думаю, что нам нужно двигаться дальше. Спасибо большое, ребята. Давайте поблагодарим их. Спасибо. Спасибо.